Вагон поезда Я приехала из Англии. Для передвижения я использую целый комплекс транспорта в городе. Это и метро, и трамваи, и такси. Мне кажется, что это очень удобно в зависимости от ситуации и от того, куда вам нужно доехать. Цены вполне приемлемые. Наиболее удобный способ передвижения по Милану – метро, которое, кстати сказать, считается лучшим в Италии. Составы ходят с интервалом в пять минут. В Миланском метро четыре линии. Красная М1, зеленая М2, желтая М3 и фиолетовая М5. Линия М1 очень подойдет туристам. С ее помощью можно добраться до всех миланских достопримечательностей и выставочного центра «Фьера». Я предпочитаю ездить на метро, ведь это удобно и быстро. А сегодня мне пришлось пересесть на трамвай, потому что в метро сегодня случилась поломка вагона. Городская трамвайная сеть в Милане более 115 километров и включает 17 городских линий. Входить и выходить в общественном транспорте принято через заднюю и переднюю дверь, а выходить только через среднюю. Трамвай останавливается на каждой остановке и курсирует с 6 утра до полуночи. Электрички, проходящие по Милану и ее пригородам, также считаются городским видом транспорта. Поезда делятся по своему назначению. Они могут быть пригородными или междугородними. Электрички ходят ежедневно с 6 утра до 9 вечера. По выходным и праздникам время работы меняется. Интервал движения составляет 30 минут. Такси в Милане – удовольствие недешевое. К тому же миланскому таксисту принято оставлять чаевые в пределах 1 евро. Голосовать на улице не принято. Скорее всего, такси даже не остановится. Машину можно заказать по телефону заранее на конкретное время. Безусловно, каждый путешественник сможет выбрать в Милане транспорт по душе, в зависимости от целей поездки. И если возникнут сложности, то местные жители с удовольствием вам подскажут, как и на чем добраться лучше всего. Редактор субтитров А.Семкин